Парламент Азербайджана приступил к рассмотрению на пленарной сессии проекта бюджета республики на будущий год. Согласно документу, доходы госбюджета на 2024 год вырастут на 282,5 млн монатов и достигнут 34,173 млн монатов. Председатель Комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили указал на вероятность того, что доходы бюджета в следующем году превысят запланированные. Оптимистичный сценарий основан на показателях исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года. Более половины доходов государства, 50,2%, ожидаются от ненефтяного сектора, где поступления вырастут к прошлому году более чем на 1,5 млрд млн монатов. В целом же за последние пять лет ненефтяные отчисления в госбюджет Азербайджана увеличились примерно на 6,3 млрд или на 60%, указал Миркишили. В то же время глава парламентского комитета отметила необходимость усилить контроль за использованием не только бюджетных средств, но и государственных финансов в целом. Соглашение, которое предусматривает строительство правительством Азербайджана жилых домов и социальных объектов в районе Кхраман-Мараш, пострадавшим от февральского землетрясения, одобрено президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. По данным Ресмигазете, документ регулирует основные принципы реализации проекта строительства жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в Кхраман-Мараши. Ранее сообщалось, что на эти цели правительство Азербайджана выделит 100 млн долларов. После сдачи в эксплуатацию все строения будут переданы властям Турции на безвозмездной основе. Исполнителем с стороны выступает Государственное агентство жилищного строительства. Актуальные экономические темы дня мы обсудим с нашим гостем. Это Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Господин Зубец, здравствуйте. Одно из ведущих рейтинговых агентств МОДИС по ожиданиям понизят прогноз по кредитному рейтингу США до негативного. Вот это может быть связано с бюджетным дефицитом и снижением доступности долга. Вот как вы думаете, чем для США вообще чревата потеря очередного рейтинга? Ну смотрите, надо понимать, что агентство МОДИС это последнее рейтинговое агентство, которое пересмотрело рейтинг американских ценных бумаг в негативную сторону. Причем сам рейтинг остался высоким. Это триплей, триа. На вот ожидания тренд они сделали негативными. И они сделали это последним. И два другие крупные рейтинговые агентства сделали это. В общем, одно из них сделало это еще в одиннадцатом году. Понизило рейтинг американских ценных бумаг. А для Америки это большая беда, потому что госдолг составляет там около чуть меньше, чем сто тридцать процентов ВВП. То есть это огромные деньги. На обслуживание этого долга уходит в год несколько сот миллиардов долларов. И снижение рейтинга означает повышение стоимости заимствований для американского правительства. И ну то есть перекредитоваться, покрыть старые долги за счет новых будет более дорого, будет дороже. За счет этого может нараститься вот финансовая нагрузка на американский бюджет. И причем, ну в общем, есть ожидание, что ситуация будет только хуже, потому что американский бюджет как остался сугубо дефицитным, так и остается. Там у них дефицит порядка 6% ВВП, что очень много на самом деле. И за счет этого, к сожалению, финансовая нагрузка на правительство, правительные финансы будет расти. Ситуация будет, ну скорее всего, улучшаться она не будет. И это большая проблема для американского правительства. Они не очень понимают, что с этим делать. Вот продолжая тему, правительство Соединенных Штатов вновь стоит перед угрозой шатдауна. Вот до истечения срока действия временной бюджетной резолюции, принятой в конце сентября, остается буквально всего несколько дней. Вот учитывая разногласия среди республиканцев в Палате представителей и настрой демократов в Сенате, не склонных отступать вообще от своих позиций по бюджету, договориться с законодателем будет крайне сложно. В какое решение в итоге будет принято, по вашему мнению, если стороны так и не договорятся, какими должны быть дальнейшие действия властей США? Ну смотрите, в Америке началась избирательная кампания. Надо понимать, что вот эти вот конфликты вокруг бюджета это прямое продолжение той политической борьбы, которая началась перед выборами, которая состоится в прошлом году. В следующем году, извините. Через год. Ну вот, и соответственно, борьба вокруг бюджета возникает из того, что республиканцы не хотят дать демократам, которые сейчас у власти, возможность делать там широкие щедрые подарки тем избирателям, которые поддерживают демократов. Поэтому республиканцы, которые контролируют Нижнюю Палату Конгресса, всеми силами тормозят бюджетные инициативы демократов, которые у власти контролируют Верхнюю Палату, и, соответственно, Белый дом. Ну и, к сожалению, мы движемся к тому, что им, скорее всего, придется принимать очередной временный бюджет. Скорее всего, основной бюджет за оставшиеся буквально несколько дней до прекращения предыдущего бюджета, временного бюджета, новый бюджет принят не будет. Им придется принимать новый временный бюджет с значительным сокращением различных статей расходов, которые бы могли быть использованы демократами для, фактически, под своих избирателей. Начинается жесткая борьба, и бюджет стал заложником этой избирательной борьбы. Вот, несмотря ни на что, на среду запланирована встреча президентов США Джо Байдена и председателя КНР Сы Цзиньпина. Вот, переговоры глав государства, они призваны стабилизировать отношения, и уже сейчас проходят встречи официальных лиц США и Китая. Вот, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, стороны пришли к выводу о необходимости стремиться к здоровым экономическим отношениям. Вот, как вы думаете, как выглядит конструктивное сотрудничество с позиции каждой из стран? Для Китая конструктивное взаимодействие – это отсутствие американских санкций, то есть, во-первых, открытость рынка, то есть они хотят экспортировать максимальное количество своей продукции в США без разного рода квот, ограничений, налогов и так далее, то есть свобода торговли. И, во-вторых, свобода к доступу к технологиям, которые они покупают у Соединенных Штатов, передовые технологии в области IT, там производство полупроводников, компьютерного оборудования и так далее и тому подобное. Америка, вот, несмотря на то, что она растеряла свое глобальное превосходство в области технологий, тем не менее, остается наиболее передовым центром, где констрируют технологии, и Китай хочет их покупать, с одной стороны. С другой стороны, Соединенные Штаты хотят, чтобы Китай имел ограниченный доступ к этим технологиям для того, чтобы сдерживать китайское развитие и хотят, чтобы Китай девальвировал свою национальную валюту, чтобы сделать импорт из Соединенных Штатов подовольственной продукции, там, природного газа, промышленной продукции более выгодным для американских производителей. Но, в любом случае, обе стороны понимают, что отношения между двумя сторонами для них критически важны, и для китайцев, и для американцев, поэтому они пытаются найти какой-то компромисс в своих отношениях. Вот, также власти США и Китая договорились работать над новой формулой расчета квот на доступ к кредству Международного валютного фонда. Вот, какой интерес в этом у Вашингтона, и вообще, какой все-таки у Пекина? Ну, смотрите, МВФ – это организация, которая возникла после Второй мировой войны и зафиксировала в определенной степени тот самый финансовый ПАКС Американо, мировые финансы, построенные под интересы американского бизнеса и их союзников. Но с тех пор, вот за 70 лет, больше, чем за 70 лет прошедших момент окончания Второй мировой войны, мир сильно изменился. Но правила МВФ построены таким образом, что наибольшие квоты, наибольший голос в решении внутренних дел МВФ, принадлежит странам с высоким объемом экспортной торговли. И такие страны, ну, это, конечно же, страны Западной Европы, которые много торгуют между собой и с окружающим миром, ну и сами Соединенные Штаты. Но, тем не менее, увеличение доли вот развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай, должно каким-то образом учитываться в распределении квот на МВФ, ну, право голоса, участие в капитале, скажем так, МВФ, для того, чтобы соответствовать того, что происходит в глобальной экономике. На сегодняшний день Китай и вот страны, развивающиеся страны, Латинской Америки и Азии, имеют в МВФ голос меньше, чем их доля в глобальной экономике. И они хотят это изменить. Те же самые Соединенные Штаты пытаются этому противиться, потому что в случае, если доли Китая увеличатся, то США их союзники просто потеряют контроль над этой организацией, которая, роль которой за последние, там, десятилетия сильно уменьшилась, но, тем не менее, которая сохраняет достаточно серьезные позиции в глобальной экономике. Поэтому вот торг за увеличение долей Китая и развивающихся стран в суммарном капитале МВФ – это один из вот вопросов, которые сегодня встают между Соединенными Штатами и Китаем, и один из способов, прямо скажем, один из способов сдерживания развития Китая со стороны Соединенных Штатов. Китай пытается мобилизовать голоса в свою поддержку. Это удается, в общем-то, потому что не он один ущемлен в международных финансах. И, скорее всего, следующий перевод руквод, который должен начаться сейчас, приведет к тому, что доля западных стран будет относительно уменьшаться, а доля Китая и развивающихся стран будет расти. И вообще, в целом, о сотрудничестве Китая и США в случае вообще нормализации, повлияет ли это на возможности в нашем регионе и в Центральной Азии, где как раз-таки сейчас Китай очень активен? Ну, смотрите, безусловно, любой мир, как говорят, плохой мир лучше, чем хорошая война. Поэтому для всех стран, включая вот наши страны, торговая война, такая активная фаза конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, безусловно, невыгодна. Потому что на вот этот конфликт начнет съедать ресурсы обоих стран, и они начнут консультовать вместо того, чтобы сотрудничать. Ну и, соответственно, эти рынки, и американские, и китайские станут менее привлекательны для остального мира. Поэтому вот на сегодняшний день обе страны убедились в том, что каждый из них не может доставить своего визави наследовать своим вот как бы указаниям. Американцы поняли, что у Китая есть на сегодняшний день достаточно серьезные инструменты для давления на Америку. Это вот те же самые редкоземельные металлы и экспорт различной продукции. Но, с другой стороны, экспорт в Америку – это крупнейшая статья доходов для Китая. Поэтому, скорее всего, какой-то компромисс будет найден. И он, безусловно, повлияет на развитие экономики по всему миру, включая Центральную Азию. Если говорить отдельно о Центральном Азии, о нашем регионе, ну, есть масса игроков, которые пытаются повлиять на расстановку сил. Ну, вот, например, европейские страны пытаются вытеснить сегодня из стран Центральной Азии, тот же самый Китай, Россию, уменьшить влияние того же самого Китая вообще в Азии, вот, в Африке и так далее. Но, с моей точки зрения, эти усилия, в общем, довольно бесперспективны, потому что Китай, с точки зрения реальных экономических возможностей – это номер один в мире. Вот. И перебить те предложения, которые делаются китайцами, торговым партнерам по всему миру, ну, Европе и Соединенным Штатам будет сложно. Заменить их Китай они не могут. Вот. Да и, в общем, страны Центральной Азии, вообще азиатские страны, весь мир, не очень стремится рвать отношения с Китаем. Так что, я думаю, что, по большому счету, эти европейские и американские попытки вытеснить Китай из азиатских стран, я думаю, что это не приведет ни к чему. Спасибо вам большое, господин Зубец. Благодарю, что ответили на все наши вопросы, что были гостем нашей передачи. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. А и напомню, что с нами на прямой связи был Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Ну что ж, продолжаем. Турция подтверждает готовность содействовать в снятии ограничений на поставки на мировой рынок белорусских калийных удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник по итогам последнего визита белорусской делегации в Турцию. По его словам, официальный Минск подтвердил готовность продвигать данную тему и на международных площадках, а также нацелен развивать сотрудничество с НКРОЙ в двухстороннем формате. На сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается за счет закупок из Беларуси. Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в продвижении и снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно в странах глобального юга. На наш взгляд, в условиях, когда, по данным ООН, три четверти миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и Евросоюза является преступным. Национальный авиаперевозчик Турции намерен заключить крупный контракт с авиапроизводителем для гражданской авиации компании Airbus. По данным Bloomberg, Turkish Airlines планирует заказать около 350 самолетов. Это говорит о намерениях Турции превратить своего флагманского перевозчика в глобальную силу, способствующую развитию экономики страны. О заключении соглашения может быть объявлено уже сегодня на авиасалоне в Дубае. Обсуждения по контракту еще продолжаются, так что его итоговые характеристики могут измениться. Между тем, на днях Европейская организация по безопасности аэронавигации опубликовала отчет, согласно которому новый аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе. С 30 октября по 5 ноября воздушная гавань обслуживала в среднем 1283 рейса ежедневно. В пятерку лидеров также вошли лондонский Хитроу, парижский Шарль-де-Голь, аэропорт Франкфурта и амстердамский Схилп-Холл. Туркменские железные дороги объявили о значительном сокращении времени транзита грузов через свою территорию за счет оптимизации мультимодальной логистики и усовершенствования железнодорожных перевозок. Доставка грузов от одной границы к другой ускорилась на 40%. Такой результат достигнут благодаря системным мерам и позволяет Туркменистану усилить свою роль в международной транспортной системе. Сокращение времени в пути для транзитных грузов достигнуто путем оптимизации работы железнодорожных маршрутов и улучшения процессов обработки грузов в порту Туркмян-Баши. Также сократились задержки на территории Ирана. Интеграция с иранскими компаниями в сфере автомобильного транспорта улучшила мультимодальный подход к перевозкам, что открывает хорошие перспективы на будущее. С начала следующего года Туркменистан планирует увеличить объем перевозимых транзитом грузов на 80%. Реализацию стратегии сотрудничества на 2023-2026 годы обсудили президент Таджикистана Имамали Рахмон и президент группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасер на встрече в Эр-Риаде. Сегодня в Таджикистане при поддержке банка реализуются шесть проектов на сумму 195 млн долларов. Они охватывают сферы энергетики, транспорта, орошения земель, образования и здравоохранения. Также предусматривается финансирование еще четырех инвестиционных проектов на общую сумму 355 млн долларов. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в дорожно-транспортной, сельскохозяйственной сферах, укреплении экспортного потенциала, создании текстильных предприятий и производства халяльной продукции. Узбекистан и Афганистан договорились о ремонте участка железной дороги Хайратон-Найбабад-Мазари-Шариф. Реконструкцию ветки проведут специалисты узбекистанских железных дорог. По сообщению компании, это сотрудничество откроет новые перспективы для развития железнодорожных связей между Узбекистаном и Афганистаном. Также это должно способствовать укреплению торгово-экономических отношений. В свою очередь, афганская сторона сообщила, что часть железнодорожного участка повреждена, поэтому специалисты Узбекистана были приглашены, чтобы провести ремонт в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. По данным Управления железных дорог Афганистана, глава УЖД Зуфар Нарзулаев пообещал провести работы качественно и по разумной цене, предоставив скидку в 50%. Вопросы промышленной кооперации обсудил вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров с министром промышленности и передовых технологий, объединенных Арабских Эмиратов Султаном Бен Ахмедом Аль-Джабером. Стороны, в частности, обговорили взаимодействия в области стандартизации и сертификации. По словам Мантурова, важное место в сотрудничестве будет занимать нефтегазовое машиностроение. В первую очередь, это нефтегазовое машиностроение. То, что востребовано и на рынке Эмиратов. И то, что мы сделали за период с 2014 года. Особенно в рамках нашей программы импортозамещения по нефтегазовому машиностроению. Это сегодня дает свои плоды. Уже принято определенное количество стандартов. В частности, 17, которые работают на территории России и на территории Эмиратов. Еще одним направлением, которое было поднято на встречу, стала фармацевтическая промышленность. По словам Дениса Мантурова, российские компании уже осваивают рынок ОАЕ. Он отметил, что компании из России должны в том числе подготовить базу для признания стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов. Это позволит двигаться затем уже и в области производства готовых лекарственных форм и их поставок в Эмираты и производства субстанций. А сейчас мы переходим к данным по мировым рынкам и начнем с изменений на рынке нефти. Котировки черного золота, по данным последних торгов, повысились. Таким образом, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась почти на 1,5% и составляет 81,43 доллара за баррель. Американская легкая нефть марки WTI также выросла в цене на 2% без малого и составляет 77,35 доллара. Что же касается азербайджанской нефти, то стоимость Азербайджан тоже выросла. По данным последних торгов, увеличившаяся на 0,45%, она продавалась по 85,40 долларам за баррель. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Фьючерская цена на золото потеряла более 1% и составляет 1,942 доллара 70 центов за тройскую унцию. Стоимость серебра также снизилась более чем на 2% и достигла отметки в 22,31 доллара. Что же касается платины, то котировки этого драгометалла следовали общей тенденции, уменьшившись на 2% и составили 845 долларов 70 центов за тройскую унцию. И в завершении рассмотрим текущую ситуацию на американских фондовых площадках. Цены бумаги в США выросли вслед за котировками акций технологичных компаний. В частности, индекс ценных бумаг промышленных предприятий Dow Jones поднялся на 1,15%. Индекс потребительского рынка S&P 500 также увеличился более чем на 1,5%. Показатели сегмента цены бумаг и высокотехнологичных компаний также пошли вверх и индекс NASDAQ прибавил чуть более 2%. Туркменистан планирует поставлять газ в Ирак транзитом через Иран. Протокол об основных коммерческих условиях соглашения о купле-продаже газа подписан между государственной компанией Туркменистаном «Туркменгаз» и Министерством энергетики Ирака. Согласно документу, в течение пяти лет через Иран по схеме SWOP в Ирак будет поставляться 9 млрд кубометров туркменского газа ежегодно. Туркменистан намерен продолжить политику дальнейшей диверсификации поставок своих энергоресурсов на мировые рынки. Кыргызстан запускает новый проект для защиты лесов. Об этом говорилось на встрече министра сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбека Дженебекова с председателем Азиатской организации по лесному сотрудничеству и Рабабанк. Министр отметил, что ведомство подписало меморандум о взаимопонимании с лесной службой организации для реализации проектов по агролесоводству на юге Кыргызстана. Это будет первый карбоновый проект в сфере лесного хозяйства в Центральной Азии. Дженебеков также отметил, что Рабабанк ведет программу Аккорна, которая предлагает инновационный подход к решению проблем изменения климата. Проект будет финансироваться грантами и позволит увеличить лесные зоны как минимум на 2000 гектаров по всей стране. Фермерам будет оказана помощь в установке ограждений, ирригации, посадке саженцев, деревьев. Также сотрудничество имеет важное значение для развития лесноводства в Кыргызстане и получает полную поддержку министерства. На этой неделе запланирована встреча президентов США Джо Байдена и председателя КНР Цзиньпина. Переговоры глав государств призваны стабилизировать отношения, несмотря на то, что будут подняты многие темы, по которым две страны расходятся во мнениях, пишет New York Times. В преддверии этого события проходят встречи официальных лиц США и Китая. Так, министр финансов США Джанет Йеллен после двухдневных встреч с вице-премьером Китая Хэлли Фэном заявила, что стороны пришли к выводу о необходимости стремиться к здоровым экономическим отношениям и стараться более конструктивно сотрудничать. Отмечено, что две страны не будут стремиться к разделению своих экономик. Планируется принять меры по улучшению делового климата для американских и китайских компаний, работающих в обеих странах. Также власти США и Китая договорились работать над новой формулой расчета квот на доступ к кредствам Международного валютного фонда. Сегодня мы с вице-премьером также делаем важный дополнительный шаг по определению конкретных областей двухсторонних экономических отношений. Это понимание послужит основой для будущего взаимовыгодного прогресса. Во-первых, мы договорились активизировать общение, в том числе продолжить регулярные контакты между мной и вице-премьером. Во-вторых, мы обязались работать вместе над решением глобальных вызовов от долговых проблем до экономических трудностей, связанных с изменением климата. В-третьих, наши страны совместно заявили, что приветствуют цель достичь здоровых экономических отношений, которые обеспечивают равные условия для компаний и работников в обеих странах и приносят пользу двум народам. Ну что ж, на этом наше эфирное время подошло к концу. Я напомню, что в эфире телеканала CBC была передача в Винтаймс и Карбарен. В студии была я, ее ведущая Анастасия Панарина. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин